Каждый день мы сталкиваемся с чем-то обыденным, но мало кто осознает, как много это может рассказать о нашем здоровье. Сегодня мы раскроем тайны самого обычного процесса и покажем, как он может спасти вашу жизнь. Задумывались ли вы когда-нибудь, что запах и консистенция вашего стула могут быть ключом к пониманию вашего здоровья? Эти малозаметные детали могут играть важную роль в общем благополучии. Откройте для себя сигналы, которые не следует игнорировать, и научитесь распознавать моменты, когда необходимо принимать меры. Мы также поделимся с вами секретами использования натуральных средств для решения здоровья сберегающих задач. Не упустите шанс узнать больше о том, как простые наблюдения могут оказать огромное влияние на ваше здоровье. Смотрите до конца, чтобы не пропустить уникальный бонус от профессора Неумывакина, который может оказать значительное влияние на вашу жизнь и благополучие. Не упустите эту уникальную возможность узнать больше о своем здоровье. Секреты стула. Что говорит о вашем здоровье? Многие из нас не придают значения этому аспекту ежедневной жизни, но он может рассказать о многих аспектах нашего здоровья. Значение цвета стула. Цвет стула может многое сказать о вашем пищеварении и здоровье. Нормальный стул обычно имеет различные оттенки коричневого, что является результатом переработки желчных пигментов в кишечнике. Однако изменения в цвете могут быть тревожным сигналом. Например, очень светлый или глинистый стул может указывать на проблемы с печенью или желчными путями. С другой стороны, черный или красноватый стул может быть признаком внутреннего кровотечения. Важно обращать внимание на любые необычные изменения и при необходимости консультироваться с врачом. Запах стула. Запах стула тоже важен. Хотя стул не отличается приятным ароматом, резкое усиление его запаха может быть признаком инфекции или других проблем с пищеварительной системой. Если вы заметили необычный или особенно неприятный запах, это может быть поводом для беспокойства. Текстура и консистенция. Текстура стула – еще один важный аспект. Нормальный стул должен быть мягким и формованным, что облегчает его прохождение через кишечник. Жидкий стул может указывать на диарею, в то время как твердый и сухой стул часто свидетельствуют о запоре. Оба эти состояния могут быть признаками нарушений в пищеварительной системе. Частота и усилия. Не менее важны и такие факторы, как частота и усилия при дефекации. Нормально, если вы испытываете потребность в опорожнении кишечника от 1 до 3 раз в день. Однако изменения в частоте или усилии, необходимым для дефекации, могут быть признаками заболеваний. Говорят, что вы можете узнать много о человеке по его стулу. Но помните, если вам кто-то начинает рассказывать о своем стуле на первом свидании, это может быть не лучший знак. Важно уметь распознать опасные изменения стула по описанным признакам. И первое, на что стоит обратить внимание – запах стула. О нем сейчас и поговорим. Внимание! Запах стула может спасти жизнь. Запах стула, хотя и может показаться неприятной темой, играет ключевую роль в оценке здоровья желудочно-кишечного тракта. Нормальный стул обычно имеет умеренный, не слишком резкий запах. Однако, если вы замечаете, что запах стал особенно неприятным и резким, это может быть признаком некоторых проблем. Изменение запаха может быть вызвано многими факторами. К примеру, наличие инфекции в кишечнике. Проблемы с усвоением пищи или даже некоторые заболевания могут привести к заметному изменению запаха. Также стоит учитывать, что обработанные продукты питания и лекарства могут временно изменять запах стула. Когда стоит бить тревогу? Иногда резкое изменение запаха может служить ранним сигналом серьезных заболеваний, включая воспалительные процессы в кишечнике или даже онкологические заболевания. Поэтому важно не игнорировать такие изменения. Для поддержания нормального запаха стула рекомендуется соблюдать здоровую диету, богатую клетчаткой, употреблять достаточное количество жидкости и избегать чрезмерного употребления обработанных продуктов. Также полезно регулярно заниматься физической активностью и поддерживать здоровый образ жизни. Консистенция стула. Подозрительные признаки. Консистенция стула – это важный фактор, который помогает определить, насколько хорошо работает ваша пищеварительная система. Нормальный стул должен быть мягким, но формованным, что облегчает его прохождение через кишечник. Жидкий стул или диарея часто свидетельствуют о нарушениях в работе кишечника. Это может быть вызвано инфекциями, пищевой аллергией, стрессом, а иногда и серьезными состояниями, такими как воспалительные заболевания кишечника. Если диарея не проходит в течение нескольких дней, это может требовать медицинской помощи. С другой стороны, твердый и сухой стул часто свидетельствуют о запоре. Это может быть связано с недостатком клетчатки в рационе, недостаточным потреблением жидкости или малой физической активностью. Регулярные запоры могут привести к дискомфорту и другим проблемам со здоровьем. Помимо диеты и образа жизни, изменения в консистенции стула могут быть связаны с приемом определенных лекарств, изменениями гормонального фона, а иногда и серьезными заболеваниями, такими как рак кишечника. Для поддержания нормальной консистенции стула рекомендуется сбалансированное питание, богатое клетчаткой, достаточное употребление воды и регулярные физические упражнения. Также важно следить за реакцией организма на определенные продукты и при необходимости корректировать рацион. Если бы у стула была своя социальная сеть, то запоры можно было бы назвать непубликуемыми постами. Они всегда есть, но никто не может их увидеть. Но не только консистенция, а и форма стула способна указать на целый ряд проблем в организме. В следующем разделе расскажем именно об этом. Оставайтесь с нами. Форма стула в ЖКТ. Когда бить тревогу? Форма стула – это важный индикатор, который помогает оценить состояние кишечника. Нормальный стул обычно имеет форму, похожую на банан или сосиску, мягкую и однородную. Однако отклонения от этой формы могут указывать на различные проблемы с ЖКТ. Формы стула и их значения. Тонкие ленты или карандашообразный стул могут быть признаком сужения или блокировки в кишечнике. Очень мелкие твёрдые кусочки часто свидетельствуют о запоре и недостатке влаги или клетчатки в рационе. Более мягкий, неформованный стул может указывать на недостаточное пищеварение или проблемы с усвоением питательных веществ. Жидкий водянистый стул свидетельствует о диарее и может быть вызван инфекциями, аллергией или другими проблемами. Изменения формы стула могут быть обусловлены разными причинами, включая изменение рациона, уровень стресса, приём лекарств и медицинские состояния. Для поддержания здоровой формы стула рекомендуется употреблять достаточно клетчатки и воды, поддерживать активный образ жизни и избегать хронического стресса. Если вы отмечаете нарушения в состоянии стула, а одно из наиболее распространённых нарушений – запор, то следующий раздел как раз для вас. Бонус. Неумывакин. Вот как облепиха растворит любой цемент. И вот мы подошли к самому интересному – нашему бонусному разделу. Сегодня мы расскажем вам об удивительном продукте, который профессор Неумывакин называл лучшим помощником пищеварения. Речь об облепихе. Это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. Она богата витаминами С, Е, а также содержит множество полезных микроэлементов и жирных кислот. Облепиха способствует нормализации работы кишечника, улучшает пищеварение и обладает лёгким слабительным эффектом. Решить проблемы с пищеварением поможет отвар из облепихи. Возьмите 3 столовых ложки ягод, половину литра воды и немного мёда по вкусу. Ягоды бросьте в кипящую воду и варите на протяжении 10 минут. Затем процедите, остудите и добавьте мёд. Принимайте по одному стакану отвара трижды в день до еды. При запоре эффективен отвар семян облепихи. 15 грамм сырья заливают стаканом горячей воды и кипятят в течение 10 минут. Затем накрывают крышкой и настаивают 2 часа. 15 грамм сырья заливают стаканом горячей воды и кипятят в течение 10 минут. Затем накрывают крышкой и настаивают 2 часа. Процедив, пьют по столовой ложке три раза в день. А вот от диареи лучше использовать отвар веток и листьев облепихи. Нужно взять 10 грамм измельчённых веток, залить стаканом кипящей воды и варить 20 минут. Пить 4 раза в день по 1 столовой ложке. Друзья, вы пробовали облепиху для улучшения пищеварения или в качестве натурального слабительного? Поделитесь своими историями в комментариях и расскажите, как это повлияло на ваше здоровье. Ваши реальные отзывы помогут другим зрителям подобрать эффективный способ лечения. Но не забывайте, что у облепихи есть противопоказания, такие как острые фазы желудочно-кишечных заболеваний, холецистит и панкреатит. Перед употреблением облепихи рекомендуется проконсультироваться с врачом. Мы надеемся, что эта информация будет полезной для вас и поможет вам заботиться о своём здоровье. Помните, ваше тело – это ваш лучший друг, который заслуживает внимания и ухода.